Девушки отдыхают Покажем вам заброшенный автобус, войдя в который отец с сыном потеряли дар речи, а также другие необычные находки, обнаруженные в лесу. Погнали! Дом отшельника в заброшенном автобусе Стивен Макфрай и его отец Рори – заядлые путешественники, которые каждое лето отправляются в поездку по новому округу. Маршрут они обычно заблаговременно прокладывают с помощью интернета, договариваясь насчет ночлега с владельцами ферм, которых они встречают на своем пути. Но однажды глава одной деревни не пригласил их в ближайший дом, как это часто бывало, а лишь указал им ведущую в лес тропинку. Отец с сыном пожали плечами и отправились в чащу, думая найти там дом, но на этот раз местные хуторяне приготовили для странников совершенно особый сюрприз. Глубоко в лесу семья путешественников наткнулась на старый и заброшенный школьный автобус. Мужчины немало удивились, увидев предполагаемое им укрытие. Разумеется, в дороге они привыкли обходиться без множества удобств, так привычных для жителей современных мегаполисов. Но даже они не ожидали увидеть в качестве ночлега потрепанное транспортное средство, которое владельцы поставили в лесу рядом с ручьем. Издалека путникам и вовсе показалось, что автобус там просто бросили догнивать. Из интереса они все же заглянули внутрь и буквально потеряли дар речи. Внутри усталых путников встретил неожиданно теплый прием. Оказалось, что бывшее транспортное средство было специально переоборудовано в своеобразную избушку на колесах. Проржевевшие борта древней машины прятали на редкость уютную хижину. В таком домике вполне можно было жить. Там было все необходимое – две кровати, навесной столик, душ и кухня. Да, конечно, электричество и интернет в автобус никто не проводил, но согласитесь, что в путешествии так даже лучше. В результате бывший автобус оказался вполне достойным местом для отдыха людей, уставших от ярких огней цивилизации. Астон Мартин Ди Би Четыре А эта невероятная находка была обнаружена обычными подростками, которые однажды во время простой прогулки по лесу вдруг обнаружили настоящий Астон Мартин Ди Би Четыре 1960 года выпуска. Вот так повезло. Они сразу же сообщили о своем открытии, и спустя некоторое время, когда машину тщательно обследовали, выяснилось, что пробег у машины был очень маленьким – всего 2600 километров. Также выяснилось, что в лесу она простояла более 35 лет. Конечно, странно, что кроме подростков на такую находку в течение столь долгого времени никто не натыкался, но история не об этом. Позже были найдены документы, в которых говорилось, что это авто состояло в клубе любителей автомобилей Астон Мартин. Как оказалось, машина сменила несколько владельцев, последний из которых припарковал ее недалеко от дома и оставил по неизвестной причине на десятки лет. К сожалению, из-за того, что машина хранилась далеко не в самых лучших условиях, время сделало свое дело и постепенно разрушило автомобиль. Однако, несмотря на это, найденный автомобиль был признан редчайшим экземпляром и был оценен в 475 тысяч долларов. Неплохо, не так ли? Дьявольское дерево В 2015 году водитель грузовика проезжал мимо леса и заметил странное дерево, которое было полностью черным, а внутри него словно пылал огонь. Причем, все остальные растения вокруг были нормальными. Мужчина снял видео, которое обрело популярность, а само дерево окрестили дьявольским. Некоторые, впрочем, утверждали, что дьявольское пламя на стволе загадочного дерева – это не более чем простой фотошоп. Однако, позже эксперты объяснили, что такое необычное явление действительно часто случается, когда в дерево попадает молния. Кора чернеет, а внутри задерживается температура, которая и создает эффект вечного горения. Боевой снаряд А в лесу под Новороссийском, неподалеку от села Абрау-Дюрсо, местные жители обнаружили по-настоящему опасный предмет – снаряд времен Великой Отечественной войны. Незамедлительно на место происшествия были вызваны саперы и специалисты, которые определили, что это осколочно-фугасный снаряд калибра 152 мм, который, вероятно, вытолкнули на поверхность грунтовые воды после затяжных дождей. Для справки, мощность такого заряда составляет около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Специалисты установили, что снаряд находился в полном боеспособном состоянии, а значит, был очень опасен. К счастью, все обошлось. Снаряд был вывезен на полигон Раевский и уничтожен. Ядро Лови ядро Как видите, с любыми находками стоит быть осторожными. К примеру, двое друзей из штата Арканзас нашли в лесу странный круглый объект. Друзья решили, что это пушечное ядро времен гражданской войны в США и договорились бросить его, чтобы проверить, насколько оно тяжелое. Тогда они еще не знали, насколько это была опасная авантюра. Наигравшись вдоволь, ребята принесли предмет домой и вымыли его под напором горячей воды. После этого они отнесли находку в музей, где им сообщили, что это не ядро, а мина, причем действительно времен гражданской войны в США. Она была оснащена чувствительным предохранителем и могла легко сработать, но, к счастью, этого не произошло. Подземный бункер А вот пример еще одного артефакта времен Второй мировой войны, но на этот раз это не предмет, а целое здание. И не просто здание, а настоящий подземный бункер, который был обнаружен в лесу Германии. Как это часто бывает, удивительная находка была обнаружена совершенно случайно группой прогуливавшихся по лесу друзей. Ребята искали место, где можно было бы устроить пикник, как вдруг наткнулись на пару изогнутых перископов, торчащих из-под земли. Немного оглядевшись, они нашли вход в подземный бункер и вошли внутрь, вооружившись камерой. Какое-то время они блуждали по различным коридорам. Одни были прямые, другие изогнутыми. Было много тупиков и таких странных находок, как граффити с надписью «Привет, Сатана, я люблю тебя», картина из черных линий на стене, пара перчаток и обувь, застрявшая в грязи. Перед тем, как их камера села, друзьям удалось сфотографировать странное белое вещество, висящее на потолке. Атмосфера в этом месте была гнетущей и пугающей, так что ребята вскоре поторопились покинуть таинственный бункер. Медная маска Однажды на одном популярном интернет-форуме появилось сообщение от одного американца, который рассказал, что прогуливаясь по лесу возле своего дома, он неожиданно заметил возле ручья странную бронзовую маску. Это была медная маска с двумя выдолбленными глазами и резным ртом. Маска имела неровность, была ржавой и казалась очень старой и, мягко говоря, зловещей. Согласитесь, она напоминает маску какого-нибудь маньяка из ужастиков, не так ли? Мужчина решил отнести ее в музей науки Миннесоты, где надеялся получить ответ, что найденный им таинственный предмет – это некая историческая ценность. Однако эксперт в музее сообщил, что, скорее всего, маска была неким арт-проектом, и кто-то просто оставил ее в лесу всего пару недель назад. Она не имеет исторической ценности, а ржавчина на ней появилась из-за воды и перепадов температуры. Тем не менее, мужчина был все равно рад необычной находке и оставил маску в своей личной коллекции. Загадочные лестницы, затерянные в лесных дебрях Как вы могли убедиться, порой в лесу можно обнаружить много удивительного. Еще один яркий тому пример – это изолированные и одиноко стоящие каменные лестницы, ведущие в никуда. Некоторые из них были возведены тысячу лет назад, другие – несколько веков назад, а третьи – и вовсе в 20 веке. Объединяет их всех ореол загадочности, так как за редким исключением абсолютно неизвестно, что раньше находилось на этом месте, кто построил их в отдалении от цивилизации и куда они вели. Вот несколько примеров. Этрусские каменные ступени Одна из самых древних необычных лесных лестниц – это Этрусская пирамида Бомарцо. Это сооружение, в котором неизвестные мастера очень ровно обтесали края и прорубили с каждой стороны ступени, предположительно было построено в период с 8 по 5 века до н.э. А вот для какой цели было возведено это отдельное сооружение, сказать сейчас уже невозможно. Ученые предполагают, что, скорее всего, это был жертвенный алтарь. Чтобы найти этот алтарь, надо долго идти по лесу Бомарцо в Италии, так что, вероятно, это было тайное место. Именно поэтому обнаружили это сооружение относительно недавно, в 1991 году, а исследовать начали лишь с 2008 года. Лестница Мадам Шери В глубине леса британского графства Нью-Гэмпшир, неподалеку от города Честерфилд, находится еще одна каменная лестница. По ее внешнему виду можно подумать, что она тоже очень древняя, однако на самом деле ее построили в 1920-х годах. Согласно истории, идея ее создания принадлежала парижской певице Мадам Антуанетти Шери, мечтавшей о собственном британском замке, который планировала использовать в качестве летнего домика. Несмотря на скромные размеры, дом в итоге вышел очень выразительным, особенно впечатляющей в нем была большая каменная лестница, сделанная по всем традициям Средневековья. Лестницу украшали римские арки, а вела она на второй этаж замка. В этом доме Мадам Шери, по слухам, закатывала богатые и шумные вечеринки, однако спустя несколько лет ее доходы существенно упали, и содержать свою обитель ей уже оказалось не по карману. В 1962 году тут произошел большой пожар, и этот уникальный летний дом полностью сгорел. Все, что от него осталось, это лишь каменная лестница и фундамент. После обнаружения лестница Мадам Шери стала довольно популярным туристическим объектом. Многие люди считают, что здесь ощущается что-то таинственное. Лестница пропавшего во времени О некоторых лестницах, случайно найденных в лесу, ходит множество легенд. Верите им или нет, решайте сами. Так, одно из преданий гласит, что некий следопыт по имени Торкик, который занимался поиском людей, пропавших в филиппинских джунглях, во время поисков очередного пропавшего человека наткнулся в дебрях на две лестницы, которые вели куда-то вверх. Одна лестница была из материала, имитирующего камень и с затейливыми узорами, а другая – из настоящего камня. Мало вероятно, что Торкик стал бы подниматься по ним, если бы он не был вынужден спасаться от внезапно выбежавшей из-за деревьев одичавшей собаки. Следопыт стал быстро подниматься по ступеням одной из лестниц. Через пару часов, дождавшись наконец, когда собака убежит прочь, Торкик спустился с лестницы и вернулся на свою базу. Там на него все смотрели с большим удивлением, а потом кто-то сказал, что его давно уволили. Оказалось, что Торкик отсутствовал пять лет. Золотой клад Никогда не знаешь, когда тебе повезет. Так, в Амурской области, в обычном лесу, маленький ребенок нашел настоящий клад. Три года назад шестилетний мальчик Никита ехал с родителями через лес. Ребенку захотелось отлучиться по нужде, и тогда отец дал ему небольшую лопатку, сказав сыну – вырой ямку и не забудь закопать, как закончишь. Когда шестилетний Никита начал копать, он обнаружил кусок ткани, в который были завернуты золотые монеты с украшениями. Он сообщил об этом родителям, которые, в свою очередь, связались с представителями музея исторических ценностей. Археологи и историки, выехавшие на место, сообщили, что реликты относятся к 13 веку. Они очень удивились, что находка была найдена в такой глуши. В благодарность за найденный клад, который является культурным наследием и передачу его государству, Никите была выдана грамота и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, находили ли вы что-нибудь ценное в лесу. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за просмотр.